Девушки отдыхают Я побежал к двери, пытался ее открыть, но ничего не получалось За занавеской была еще одна дверь Она была тоже закрытой Но в двери было окно, из которого было видно еще одну дверь И записку на двери Там написано Комната Мэри Я не мог понять, какая еще Мэри Странно, почему эти зеркала так стоят И все направлены на кровать Вспомнил, что если человек спит и на него смотрит зеркало То они забирают его энергию Ну и кому могла понадобиться моя энергия Вдруг одна из дверей начала дергаться Я залез под кровать В комнату зашла какая-то страшная бабка Она очень разозлилась, когда меня не увидела И побежала в другую комнату Нет, ты внучок Я быстро вылез из-под кровати Но случайно зацепил стульчик рядом и он упал Я услышал, как бабка бежит ко мне Под стульчиком я краем глаза увидел приклеенный нож Но взять его я бы не успел Я побежал в другую комнату Пока бабка осматривала стульчик Я смотрел то, чем можно было бы ее грохнуть Пока искал, я заметил какие-то страшные фотографии Одна фотография меня очень сильно напугала Вдруг рядом со мной оказалась бабка Она достала что-то твердое и ударила меня Что? Я опять в этой комнате? Я цел? Это что, сон? На тумбочке лежала еще одна записка Осталось 4 дня В смысле? Что здесь вообще происходит? Стульчик уже стоял ровно Но на нем ничего не было Я проверил все двери Они были опять закрыты Я понял, что мне нужно как-то привлечь внимание бабки Я взял картину и кинул ее несколько раз на пол А сам побежал и спрятался за занавеской Бабка зашла в комнату и пошла к картине Я тихо выбежал и побежал к выходу И вот она дверь, которая ведет на улицу Но она была закрыта Я услышал, как бабка идет ко мне Я быстро спрятался за диван Бабка пришла, ничего не увидела и спросила Где же ты, внучок? И потом она просто ушла Я быстро побежал к окну В окне я увидел, что дверь закрыта снаружи И что мне теперь делать? Короче говоря, Грэнни в реальной жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok